Сегодня вестники Северодвинска 54 млн. рублей на капитальный ремонт в списке 9 северодвинских домов. Судостроители против собственников. Скандал во дворе на Карла Маркса 6 вмешались власти. Убийство 11-летней давности раскрыто. Мужчину, который замуровал тело человека в баре Чайка, нашли в Москве. Здравствуйте! В эфире телерадиокомпания «Северодвинск». Гендиректор «Севмашпредприятия» может возглавить всю объединенную судостроительную корпорацию. Вестник Северодвинска мы начинаем с главного. В студии Мария Нищук. Напомним, нынешний президент УСК Роман Троценко оставляет должность с 1 июля по собственному желанию. Своим преемником сегодня он назвал Андрея Дичкова, сообщает и Тартас. Андрею Дичкову 55 лет. Он возглавляет «Севмашпредприятие» ровно год. Николая Калистратова на посту гендиректора он сменил 1 июля 2011 года. До этого Андрей Аркадьевич возглавлял конструкторское бюро «Рубин». Новость на «Севмашпредприятие» сегодня никак не комментирует. Заявление Троценко пока не подкреплено никакими приказами. Сам Андрей Дичков находится в Москве. А на «Севмашпредприятие» обязанности гендиректора исполняет Михаил Будниченко. Вы на даче, а ваши пожитки перевозят из одного полуразвалившегося дома в другой. Судебные приставы сегодня оказали услугу бесплатного переезда северодвинским пенсионером. Семья из двух человек отказалась добровольно выехать из маневренного фонда, где прожила 10 лет. Куда и почему не захотели переезжать люди, выяснял Николай Цып. Бесплатный переезд от службы судебных приставов. Обращайтесь. Даже хозяевам присутствовать не обязательно. Люди в форме все аккуратно соберут, упакуют и отвезут. Наверное, так бы звучала реклама таких услуг. Но действуют приставы только на основании решения суда. В данном случае выиграла городская администрация. Здесь больше 10 лет жила семья, правда без прописки. Сюда их переселили на время капремонта и их комнаты в доме на индустриальной 43. Переезжать обратно не захотели, привыкли. С 2001 года настолько язвы. У нас знаете, как ремонты домов-то идут? Производство находится с января месяц на исполнении. Уже прошло полгода, как мы с ними бьемся. Пытались как-то решить вопрос в добровольном порядке. В последнее время они нам вообще двери не открывали. Говорили, идите отсюда. Мы отсюда не съедем, мы туда ехать не хотим. Соседи у нас поселились давно уже. Их 15 лет назад переселили. Оттуда? Оттуда, да. Из той квартиры. И тут не прописали. Мы в общем 15 лет. 15 лет уже они будут, даже больше. В этом доме, говорят соседи, проваливается пол и постоянный запах из подвала. Не самые лучшие условия. Но зато есть две комнаты. Именно поэтому семья отказалась переезжать обратно. В старом доме у них одна комната. Да и здание не в лучшем состоянии. Здесь вспомнили бывших соседей. Они хотели всю квартиру занять этот Николай. Отремонтировали они комнату, там кухню. Чуть там делали, не знаю, я уже сколько лет не хожу. И в общем, потом выявляется, что эту квартиру кто-то купил. И мне не дали этой второй комнаты. Почему комнату ремонтировали больше 10 лет, никто не объяснил. Видимо, пострадавшей семье стоило за это время разобраться со своими жилищными условиями. Впрочем, сегодня уже поздно. Сейчас новоселы на даче. Ключи от старой новой квартиры им придется забирать у судебных приставов. А у исполнителей в планах еще 20 таких недобровольных выселений. Николай Цып, Анастасия Рябченкова, телерадиокомпания «Северодвинск». 54 миллиона рублей потратят в этом году на капитальный ремонт жилых домов в Северодвинске. Львиную долю внес фонд содействия реформированию ЖКХ. В этом году в числе счастливчиков оказалось 9 многоквартирных домов. К примеру, в прошлом году отремонтировали только 5. Кто попал в девятку, знает Анна Бибикова. В дом на Ленина 23 ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Ефименко въехал в середине прошлого века. Пережил здесь рождение детей, несколько потопов, вот только ремонта дождаться не может. Капитальный его дом не ремонтировали ни разу. Наш дом был сдан с недоделками. Фасад со стороны двора не был штукатурен. Это вызвало большой недостаток. То, что в квартирах, выходящих во двор, было очень холодно. У соседа, в туалете, в ванной даже мерзла вода в раковине. С электричеством такая же проблема. Когда, значит, включается ни с того ни с сего ночью свет почему-то у нас, будильники электрические не работают, люди на работу могут проспать. Это первое. Второе, если человек уехал в отпуск, у него бытовая техника перегорает. Уже даже люди судились по этому поводу. К тому же в часы пик, нет воды, течет крыша. Но на днях Сталинка 49-го года постройки все-таки обросла лесами. Этот и еще 8 северодвинских домов попали в программу капитального ремонта. Это Полярная 17, Ломоносова 33, 35, Лесная 50, Гагарина 8, Пионерская 14, Плюснина 9 и Русановский переулок дом 2. С деньгами помог Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ. Выделены средства в объеме порядка 54 миллионов рублей. Из них средства фонда это 37 миллионов рублей, средства областного бюджета порядка 2 миллионов рублей, средства муниципального образования Северодвинска это порядка 10 миллионов рублей, и средства собственников это порядка 5 миллионов рублей. Конкурс на выполнение работ выиграли 4 подрядные организации, все северодвинские. По словам администрации, с положительным опытом совместной работы. Строители отремонтируют кровлю, фасад, даже там, где ее никогда не было, продолжат инженерные коммуникации. Это тепло и водоснабжение, канализация, установят приборы учета. Сдать 9 капитально отремонтированных домов подрядчики обязуются к октябрю этого года. Строитель сегодняшнего дня будет руководить городским хозяйством Северодвинска. Вчерашний начальник управления строительства и архитектуры Виктора Никонов назначен на пост заместителя мэра по городскому хозяйству. Бывший зам Александр Безюков займет предыдущий пост Никонова. Такая вот рокировка. Виктор Владимирович Никонов родился 1 октября 1960 года. Имеет два высших образования. Окончил факультет промышленного и гражданского строительства Архангельского лесотехнического института. А также факультет государственное и муниципальное управление Поморского государственного университета. Долгое время работал в строительной отрасли. До прихода в администрацию Северодвинска занимал должность руководителя Котловского филиала главного управления капитального строительства Архангельской области. До сегодняшнего дня руководил управлением строительства и архитектуры мэрии. Сегодня Виктор Никонов рассмотрел уже несколько жалоб от жителей и наметил план работы на ближайший год. Первое интервью заместитель мэра по городскому хозяйству в новой должности дал нашей съемочной группе. Жилье ветхоаварийное, лифты, инфраструктура вся. Понимаете, у нас сети. Мы не можем нормально развивать строительство, потому что у нас не позволяют сети как энергоснабжающие, так и канализационные, и водообеспечивающие. Поэтому мы должны в этом направлении двигаться. Здесь в том числе начали часть Беломорского коллектора делать, строить по строительству. Это значит, что у нас обязательно сдача в июне месяце второго участка дороги, это от Портовой до Беломорского. И в середине ноября мы должны сдать третий участок от Ягринского до Узлового проезда. Автомобильного коллапса местного масштаба боятся жители Карла Маркса 6. Напомним, во дворе этого дома хотят построить офисное здание. Судостроительная компания планирует разместить в нем 150 рабочих мест. Но жильцы близлежащих домов оказались против. Компромисс сегодня искали за круглым столом депутаты, представители власти, застройщики и собственники жилья. Скандал разгорелся вокруг еще непостроенного офисного здания на Карла Маркса 6. Напомним, жители противятся возведению двухэтажного помещения для 150 работников судостроительной компании «Хоча». Они уверены, их ждет автомобильный коллапс. Договориться сегодня пытались за круглым столом. Инициаторами пока мирной встречи стали депутаты горсовета. Офис предполагает 150 рабочих мест. Меня волнует вопрос, на сколько парковочных мест будут стоянки. Потому что по предварительной информации, которую я получил, планировалось 7 парковочных мест. Я задаю вопрос, куда этот поток машин будут ставить. Потому что ведь в жилых домах живут люди. Я не хочу здесь строительства, потому что я знаю, что здесь будут офисы. Здесь будут, если, как говорят, 150 рабочих мест, это минимум, ну давайте половина. Половина людей пешком ходит, половина на машинах. 70 машин. Вот в этот двор еще 70 машин. И вот здесь, на этой территории будут стоять здания. Здание будет в два раза длиннее, чем это. Представили здесь это здание? Плакаты против строительства развесили по всему двору. Пугают жителей не только автомобили. Дискомфорт. Это площадка детская. Это, как это называется? Контейнеры. Вы знаете, тут вопрос стоял, контейнеры перенести аж туда. И мы из одного контакта квартала будем переходить туда. Глупость. Земельный участок в аренде с 2008 года. В 2011 году ее продлили. На проектную документацию уже потрачены миллионы. А потому менять участок для застройки хоть и не будет. Комментировать сложившуюся ситуацию Игорь Митцак, представитель компании, отказался. Но на компромисс идти согласны. Если хочет податься в суд на администрацию, то дело выиграет. Все по закону. Решение об аренде земельного участка под строительство, оно принято. И закон обратной силы не имеет. Если бы сегодня была ситуация, что мы рассматривали вопрос, передавать, не передавать в аренду, это один вопрос. Решение принято. Я думаю, что полномочий мэра и депутата вполне достаточно для того, чтобы запретить строительство. Отменить аренду они не могут за одним числом. А запретить строительство могут. И на этой земле они офисы строят, облагораживают. Самые больные вопросы – детская площадка, контейнерные и парковочные места. По первым пунктам компромисс найти сумели. А вот места для парковки придется поискать. Мария Нищук, Андрей Синачин, телерадиокомпания «Северодвинск». Их имена вписали в почетную книгу, благодаря любви длиной в 60 лет. Бриллиантовую свадьбу отметила семья Саловых. По словам супруги, глава семейства покорил сердце песнями под гитару. А вот прожить вместе 60 лет помогли уже любовь и уважение друг к другу. Юбиляров поздравил и мэр города Михаил Гмырин. В 52-м году они расписались на Ринмаре. Свадьбу отмечали в общежитии, куда набилось несколько десятков гостей. Затем жили в Подмосковье, в Ростовской области. Но вернулись в Северодвинск и всю жизнь отработали в судостроении. Глава семьи предприятию «Звездочка» отдал 24 года. Удостоен звания почетный гражданин Северодвинска. Пусть в вашей большой семье все складывается хорошо и удачно. Пусть будет больше радости, поменьше огорчений каких-либо. Но и самое главное, конечно, для вас, чтобы было здоровье. А то, что от нас зависит, если будут какие-то пожелания, то мы постараемся обязательно помочь. Михаил Гмырин подарил семье Саловых цветы и сервис для семейных чаепитий. А сотрудники ЗАГСа вписали имена супруга в книгу почетных юбиляров города. Кроме официальных лиц, супруги Саловы принимают поздравления от друзей, двух дочерей, четырех внучек и четырех правнуков. Всю неделю дожди. А наш синоптик Ольга Матвеева с ног сбилась в поисках поводов для радости. Тучи начнут рассеиваться завтра к обеду. И все же помокнуть тоже придется. Метеостропрогнозы на пятницу смотрите в рубрике «Небесная канцелярия» сразу после коротких анонсов. Во второй части программы убийство 11-летней давности раскрыто. Мужчину, который замуровал тело человека в баре Чайка, нашли в Москве. Строить жилье вместо школы или ждать федеральной помощи. Как возвести дома для погорельцев и цикагорки, обсудили в областном собрании. Любительский баскетбол в Северодвинске под угрозой. Вандалы сломали кольца на набережной Паранифин. Здравствуйте! Облака над нашим регионом начинают рассеиваться. А в Северодвинске дожди и снова похолодание. О прогнозах на пятницу расскажу вам я, Ольга Матвеева. В любую погоду нас поддерживает компания «Венос». 22 июня, по данным Архангельского гидромедцентра, в Северодвинске ночью ожидается от 6 до 9 градусов. Днем столбик термометра поднимется всего лишь до 11-14 тепла. Временами дождь. Ветер западный, умеренный, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба. Тип погоды второй – благоприятный. Для владельцев водного транспорта и любителей рыбалки сообщаем. В пятницу полная вода ожидается утром в 7.43 и 8 часов вечера. Малая вода будет ночью в 0 часов 54 минуты и в 13.07. Завтра, 22 июня, отмечаем летнее солнцестояние. Самый длинный день и самая короткая, а у нас еще и белая ночь. После дни пойдут на убыль. Длинный рабочий день будет складываться не слишком удачно для тех, кто верит в астрологию. Возможно, серьезные профессиональные промахи. Не пытайтесь переложить ответственность за свои ошибки на плечи коллег. Ничего из этого не получится. Разочарования могут принести и романтические свидания. Так что лучше заняться домашними делами. В этом вам всегда поможет торговая сеть «Венос». Напоминаем, за городом всегда дешевле. Вот в стройке шоу главное. Ведь руками-то хвост не забьешь, а и дырку пальцем не просверлишь. Нужен инструмент. А хороший инструмент в торговой сети «Венос». «Венос» – инструменты на все моменты. Северодвинск. Проезд за озерные 4. Прохладно будет до конца недели. Зато должны пойти на убыль дожди. Будем радоваться этому. О прогнозах на выходные расскажу вам завтра. Удачного окончания рабочей недели. И до свидания. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем программу. Убийство 11-летней давности раскрыли сегодня сотрудники правоохранительных органов. Мужчину, который совершил громкое преступление, искали 8 лет. Все эти годы он находился в федеральном розыске. Он убил и замуровал своего коллегу в стене ресторана «Чайка». На днях преступника привезут в Северодвинск. Мужчине грозит 15 лет тюремного заключения. Труп замурованный в стене бара «Чайка» сегодня обнаружили работники уголовного розыска. Тело мужчины пролежало там 3 года. Опознать человека практически невозможно. Это кадры 8-летней давности. Труп мужчины, замурованный в стене ресторана «Чайка», нашли сотрудники уголовного розыска. Убийцу, который находился в федеральном розыске, нашли в Москве на днях. Сейчас его везут в Северодвинск для того, чтобы судить по закону за убийство. Он похитил углошлифовальную машинку у работников, так сказать, у своих коллег. И один из работников, разозлившийся за это, его убил. И затем спрятали в стене и замуровали его там. В 2001 году убитый ремонтировал бар «Чайка». У своей же бригады он украл электроинструменты. Строители решили обидчика наказать. Руки и ноги они связали ему проволокой. На голову надели мешок. Нетрезвый строитель ударил Сергея Ерохина топором по голове. Труп засыпали цементом и оставили в нише бара. Тогда экспертиза показала, в 2001 году причиной смерти Сергея Ерохина стала черепно-мозговая травма. Сейчас совмений в том, что убийцы 51-летний мужчина нет. Именно он 8 лет назад ударился в бега. В 2004 году, после трех лет следствия, его подельники сами рассказали, что произошло. На днях его доставят в Северодвинск. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. 200 жителей области остались без крыши над головой за несколько часов. Крупный пожар случился в Высокогорке 18 мая. Сегодня областные власти решают, как и на что построить новое жилье для погорельцев. И стоит ли сейчас рассчитывать на помощь федерального центра. Пожар в Высокогорке 18 мая оставил без крова больше 200 человек. 77 семи лишились жилья полностью, а 36 частично. Ущерб 118 миллионов рублей. Сегодня в областном собрании на расширенном заседании комитета по этому вопросу обсудили способы финансирования строительства жилья для погорельцев. Пока желающих расселили в маневренный фонд. Но некоторые пострадавшие от стихии отказались. Сегодня мне звонил товарищ, который отказался от общежития. Ну, стараются расселить всех на сегодня. Но самая главная задача – это вернуть им жилье, которое попало в виде стихийного бедствия, пожар. И поскольку человек много пострадало, почти 200, это регионального значения чрезвычайная ситуация. А потому деньги должны быть выделены из федерального бюджета. Вся необходимая документация уже направлена письмом председателю правительства Дмитрию Медведеву. Помощь погорельцам должна быть оказана либо в виде жилищных сертификатов, либо деньгами. Либо деньги, либо ценные бумаги, они одновременно придут в область и будут направлены по целевому назначению. Здесь корректировки в бюджет не требуются при данной процедуре прохождения денег. Вот правда, когда можно ждать деньги на областном счету, никто сказать не смог. Поэтому рассмотрели и вариант строительства жилья на средства областного и муниципального бюджета. Например, торги на выполнение работ по возведению школы в Цегламенском районе не состоялись. И 102 миллиона переходит на 2013 год. Также выявили экономию средств в ходе ремонта дорог Архангельска. 17 миллионов. Останутся нетронутыми ямы на левом берегу областного центра. Зато этих денег хватит на строительство жилья для погорельцев. Ремонт дорог на левом береге, он пока сдвигается на более поздний период, да? Да, потому что ситуация складывается. Что на сегодня торги еще не состоялись. Проектно-смертной документации нет. Работы сезонные, значит, в лучшем случае, в начале года следующего, значит, провести изыскание, проектно-изыскательские работы. Ждать помощи федерального центра или разменивать местные бюджеты депутаты решат на правительственном часе ближайшей сессии. А пока недовольные предоставленным временным жильем ютятся у добрых родственников. Николай Цив, Анастасия Репченкова, Архангельск, телерадиокомпания «Северодвинск». Внимание! У телерадиокомпании «Северодвинск» сменился номер телефона. Мы по-прежнему ждем ваши СМС-сообщения. Пишите обо всем, что происходит рядом с вами, а мы расскажем о самом интересном. Новый номер 8-921-292-54-45. Мы ждем ваших СМС и продолжаем. Сначала осталась без спортинвентаря, потом и вовсе сменила хозяина. Детская площадка на набережной Паранихи пустует уже несколько недель. Ребятам негде заниматься баскетболом. Хозяина площадки искала Анна Бибикова. В колечко попадал я. Чем ты попадал в колечко? В мячком. Попадать мячом в баскетбольное кольцо четырехлетний Артем учился вместе с папой. Вот только играть в полноценный баскетбол ему теперь вряд ли удастся. От кольца остался только след на асфальте. Благоустроенное для детей поле пострадало от рук вандалов. Все могли, могли пьяницы, могли еще кто-то. Много человек, кому не нужно это. Тут можно много человек собираться как-то поиграть. А сейчас одна осталась только и не поиграть даже. Ну, я считаю, что, ну-то как называется, вандализм вот этот. Да? Ну, даже я бы его даже хуже словом называл. Как вандализм. Это просто издевательство над детьми. Бесхозный баскетбольный щит лежит здесь больше месяца. По соседству в волейбольные ворота беседки. Раньше набережная Паранихи принадлежала городу. С января этого года ее, как и Ягринскую набережную, отдали парку культуры и отдыха. Сегодня отдел коммунального хозяйства администрации города поручил подрядной организации, обслуживающую парк культуры, восстановить баскетбольную площадку. В течение двух недель, до конца месяца, до 30 июня, конструкция будет поставлена в исходное положение, в первоначальный вид будет покрашена и восстановлена. После обращения жителей, деньги на восстановление площадки выделены из резервного фонда. К работам подрядчик пообещал приступить уже на следующей неделе. А это значит, что научиться играть в полноценный баскетбол и волейбол ребята смогут 30 июня. Анна Бибикова, Егор Воробьев, телерадиокомпания «Северодвинск». На этом у нас все. Итоги рабочей недели подведем завтра. Как прошли последние семь дней, расскажем в итоговом выпуске «Вестника Северодвинска». Также не забывайте, теперь вы нас не только видите по телевизору, но и слышите по радио. Телерадиокомпания «Северодвинск» представляет новость часа. На радиостанциях «Ретро-ФМ», «Лаврадио», «Шансон», «Русская» и «Дорожная». Слушайте нас в конце каждого часа. Всего доброго.